Как вы сами оцениваете все то, что с вами произошло, и можете рассказать, что с вами произошло? То есть какие изменения в связи с этим вы заметили в себе и в своем окружении? Нет, я догадывался, что что-то подобное должно уже случаться с человеком, которого приглашают на съемки, правильно? Просто я не думал, что... Я не знавал, как это просто, но я никогда не знал, когда тебе пишут большое количество людей, когда они нуждаются в твоем внимании, в твоем ответе, вот, и поэтому, когда люди вот там систематически, особенно после выхода очередной серии, вот Ласточек, вчера вышла 4 серия, и просто тотальное количество людей начинает мне писать, и при том, самое ценное, что они пишут мне, Они все прекрасно понимают тему, кино не замудренное, оно сделано стильно, то есть вкусно это наблюдать, при этом это еще и воздействует на тебя, возможно, оно тебя еще как-то нравоучает, да, там, потому что я себя вчера вот смотрел серию, думаю, блин, а вот если... Как воспринимают вот эти сцены родители, родители, там, я даже не про своих говорю, потому что у меня родители уже взрослые, и я взрослый человек, оно грубое, да, поэтому, что со мной, со мной ничего такого не происходило, как бы, я по-прежнему приезжаю в театр на репетиции, репетирую, жизнь такая же самая, точно такая же, просто... Намного больше внимания со стороны коллег, там, из театра, со стороны... Возможно, это временное внимание, возможно, я себя просто на какую-то планку поднял, как бы, с которой я теперь не имею права соступить, а шагнуть назад... Вот, это здорово, потому что я понимаю, что после этого мне придется еще более ответственнее ко всему относиться, хотя я надеюсь, что я ответственный человек в этом плане, в плане профессии, и стараюсь все делать честно, но... Ну, значит, тогда нужно делать еще честнее. Не могу же я подвести этих молодых ребят, которые мне пишут, и говорят, что... Я правду говорю, я не вру, у меня вчера или позавчера очень много сообщений, даже еще не прочитанных, там, порядка 50-60 сообщений, которых я еще не прочитал, и написали... От разных? Ну, абсолютно, при том, от разных возрастов. И женщины, и мужчины, и мама, и папа, и папа не писали, не сталкивался еще с этим, мам не писали. Вот, и очень много подростков, при том, там, вот, 14 лет. Я же говорю не про детский сад, я говорю именно это уже взрослых, осознанных ребят. И многие пишут, что вы у меня любимые артисты, и я никогда не видела, как так играют. И я думаю, боже мой, вот это да. Может, в этом есть какая-то... Хотя, что я такое сверхъестественное делаю? Ничего такого сверхъестественного. Я играю человека, я же не играю там какого-то персонажа, там, такого, которого человек себе не может даже представить. Нет, я реального персонажа играю, реального. Поэтому, вот это вот очень приятно. Такого внимания никогда не было. В какой-то своей роли было такое, что тебе не пришлось играть, а ты оставался самим собой? Нет, это вообще... Я вам так скажу. Мне кажется, я всегда остаюсь самим собой, и я всегда играю. Какая с тобой и спорта? Мне так кажется. Потому что, что бы я ни сказал в кино или в театре, это все равно... Я это делаю не по своей нужде. Я этого очень хочу. Но мне это... Я же не как бы это так сформулировать. Я всегда играю. Просто... Вот максимально реалистично или максимально точно, я не знаю, как это сказать. Это уже другое. Это значит, ты как бы разрабатываешь свои навыки и умения. Ведь актерская профессия, это же профессия шута. Ну, как бы, как я вас круто смогу обмануть? И чем лучше у меня это получается, тем, значит, как-то, наверное, я лучший артист. Я не про себя говорю, я вообще говорю про актера. Поэтому... Как я могу вас вовлечь? Как я вас могу влюбить в себя? А потом или обмануть, или ударить, или оскорбить с экрана? Или же задеть какие-то чувства? Вот. Или же спровоцировать на что-то? Это уже вот моя профессия, мне кажется. Опять же. Поэтому я всегда... Нет, есть просто поступки, есть... Да, там... Смотря как Арон там... Иногда мы придумываем, как он смотрит, как он слушает, как он... Как он говорит с вами. Или же он... Или же... Ну, какие у него характерности есть, какие у него жесты. Это уже наша, как бы... Это уже дополнительная какая-то часть работы над Родом. А как... Актеру всегда интересно уйти от себя в профессии, понимаете? Поэтому он этим и занимается. Поэтому ему интересно попробовать себя блогером. Как это? Как быть успешным? А как быть с комплексами? А как быть без комплексов и самоуверенным? А как можно сидеть в присутствии тысячи человек и плюнуть просто вот так вот? А как это? Какая-то реакция людей. Мы же... Поэтому актеры очень азартные. Все актеры, они очень азартные люди. И хотят это испробовать. Они хотят от себя подальше уйти. Но в какой-то... В какой-то момент они хотят воспользоваться своим ресурсом. То есть своим нажитым багажом. Мне кажется, что-то в этом этапе где-то. Это дает возможность тебе разбираться лучше в людях? Да. Наверное, да. Жить? Наверное, да. Да, конечно. Ну, потому что... У нас еще со студенческих времен учили быть очень внимательными. Внимательными к окружающей среде, к людям. Но актер, он должен быть неравнодушным. Он неравнодушным должен быть к происходящему. Что происходит в социуме. Что происходит с его личной семьей. Как бы с его сестрой. Он должен это уметь сопереживать. Чтобы потом сопереживать своему герою. Которого написал некий человек. Там сидел, умозговал. А пусть он был таким и таким. А тебе надо потом это пережить к себе. Чтобы это был ты таким. Но внешне в какой-то другой оболочке. Поэтому надо быть внимательными к людям. У нас даже на первом курсе было прекрасное задание с мастерами. Нас отправляли на Майдан. Отдельно по одному человеку. У вас сегодня дополнительное задание. Самостоятельная работа. Вы едете на Майдан. И наблюдаете за людьми. И потом подходите с ними. Общайтесь. Знакомитесь. Следите за их повадками. Как они себя ведут. Это Бербатия называется. В студенческих терминологиях. Как он ведет себя. Провоцировать его. Чтобы он рассказал какие-то больные темы. Чтобы он как-то открылся для вас. Душинку свою приоткрыл. Потом спровоцировать. Как он реагирует. А потом этих людей показывали. У нас был экзамен. Он есть в интернете даже. Это очень интересное задание для актера. Особенно для первого курса. Это самое полезное, что может быть. Как твои родные и близкие воспринимают твой успех на телевидении. Об этом говорит твое частое мелькание в проектах. Я просто не столь медийный человек. Это только в этом. Просто где я раньше снимался. Это проекты были на определенную публику. Как бы так получалось. Там был один проект. Его посмотрел определенная часть. На нашего государства. Такая маленькая часть. Такая часть. Такая часть. Такая часть. Такая часть. Такая часть. Что есть сейчас. Там даже 50-50 сообщений, о которых я не ответил. Это для меня, конечно, это впервые. Я же говорю. Для меня эти эмоции. Это впечатления. Что мне пишут люди. Как бы это все впервые. Я с диким интересом. Как реагируют люди. Ну, например, родители очень сильно рады этому. Они живут в другом городе. В Николаеве. В моем родном городе. Вот. Единственное, я с ними вот каждое утро вот я иду там в театр. И все с ними обсуждаю. Там вот. Как вам серия. Ну, интересно, кто такой друг. Там, например. Ну, они по-своему как-то это рассуждают. Могут похвалить. Сказать. Да. Ты большой молодец. На работе все спрашивают. Там сестричка вчера звонила. 14 лет. Говорят в школе. Все подходят. Просят автограф. Хотя. У твоей сестры, да? Да. Она сама смотрит. Двоюродная. Как зовут? Вероника. Она мне как родная. И, например, а вот с девушкой моей, она тоже актриса. Вот мы в театре вместе служим. Как зовут? Мария. Мария. Заны Борщ. Вот. Моя куханна Ивана. Мы с ней, например, стараемся вместе читать сообщения. Знаете, чтобы не было того, чтобы типа, как бы я... Чтобы у нее не было ощущения того, что я могу как-то так... Что я трачу жизнь теперь на соцсети и на внимание к другим людям. Нет. Жизнь продолжается точно так же. Точно так же я на репетицию репетирую. Просто какую-то часть времени своей жизни. И надо теперь посвятить этим людям. Поблагодарить их за их внимание. То, что они действительно приходят домой, с надеждой ждут следующую серию. Они... Они знают историю этих персонажей. И они влюблены в это. И поэтому я же не могу к ним так знахтовать. Но это тоже работа. Как бы работа в семье. Вот даже с девушкой там вот. Это же тоже как бы... Это новый этап в жизни. Хотели бы вместе сняться в этом проекте? Или уже есть такой? Мечта моя. Мечта не было еще такого. Были пробы один раз. Но мы не попали в этот проект. У меня была занята. Там вот как раз ласточки когда снимали. А я бы очень сильно мечтал бы. Я бы уверен, что мы сыграли бы очень круто. Одна была бы моя лучшая роль. Я уверяю вас. Правда. Я убежден в этом. Если бы я играл с ней в паре, это было бы что-то космическое. Прекрасно, что мы сразу ответили на вопрос. И ваши... О какой роли вы мечтаете? В кино? Да. Вот смотри, я бы мечтал сыграть. Любая роль. Я бы любую роль хотела бы в кино. В театре есть определенные вот именно названия. Да. Там есть. Я бы очень хотел сыграть князя Мышкина и Гамлета и Лопахина. Это вот чего-то у меня такое вот юношеское... Ну как это уже не юношеское, уже зрелое, но... Такое максималистическое. Вот эти роли, которые бы хотел. В кино я не задумывался. Что вы сейчас репетировали в театре? Это швейцарский режиссер. Приехал. Он приехал всего на полтора месяца. У нас короткий период репетиционный. Поэтому надо успеть. В середине декабря будет премьера на камерной сцене. И называется спектакль «Стена». Вот. Это физический театр. Но с текстом, как бы с драматургией. Такая революционная постановка, связанная с политическими событиями, которые у нас происходят в стране. Да. И с войной, и с революцией. Вот. И ты там? Да, да, да. И там репетируют. Роль какая? А там эта пьеса создана этим же режиссером. Поэтому первую часть мы играем просто людей, граждан. Но как бы нереальных людей мы играем. Не Саша Смирнов пошел на работу. Нет. Мы играем там как бы неких персонажей, условно людей, которые попали в какое-то... Как бы сновы украинское, скажу вот так вот. Как бы таких вот... Это трудно объяснить словами. Это надо увидеть. А во второй части мы играем персонажей из разных классических произведений. Кто-то Крамлит играет, кто-то там Беккетовских персонажей. Вот. Поэтому... Это такой игровой театр. А кого ты играешь? По второй части? Этот... Пару персонажей Эстрагон или как его Владимир с ожидания года. Короче. И КЛОВ. И... У нас там мы в парах. Парень-девушка, парень-девушка. Я, если честно, еще только как бы привыкаю к этой режиссуре. Тенденция работы с актером. Потому что это по-другому. У нас так не репетируют. Потому что я неделю отсутствовал на репетициях. Я вот только третью или четвертую репетицию сейчас в театре. Потому что мы ездили на гастроли с театром на неделю. Я не присутствовал. И вот в чем отличие, ты говоришь, не такая, как у нас режиссура? В чем это выражается? В интенсивности? Это драматический театр. Да, драматический театр. Это современный, да? Да. Режиссер выбирает материал. Там... Главный режиссер или там... Я не знаю, кто точно утверждает этот материал. Потом режиссер переступает... Есть распределение в театре. Первый узнает о своей роли. Читают пьесу, читка. И потом они переступают к репетициям. И начинают репетировать этот спектакль. По какой-то драматургии. Здесь же драматургии нет. Ну, как бы вот... Пьесу это написал сам режиссер. Это не какое-то классическое произведение. Там даже не современная драматургия. Это просто вот человек... Своё видение. Это набор упражнений, да, физических. Только в определенной форме. Там есть своя история, как бы... Он сам эту историю создал. Сам её придумал. Вот. А теперь нам надо это воплотить. У нас небольшое количество тренингов телесных. Телесных... Мы работаем с телом очень много, как бы... Это надо просто увидеть. Вот правда. Есть вещи, которые очень трудно назвать. Это по-другому. Например, мы приходим на репетицию с десяти до трёх. У него не принято, чтобы актёр отдыхал. Там перерыв максимум пять-десять минут. Ну, ну... Вот пять часов репетиция. Потом у вас есть объединенный перерыв. Потом пять репетиций. Как бы... Там запрещено пользоваться телефонами на репетициях. Там... Ну, у него есть определённые свои устои какие-то. По которым надо... Которых надо дотримоваться. Как тебя приняли в театре? У молодого, но перспективного актёра, да? Вот ты окончил... У нас всех там молодых перспективных пений. У нас сразу взяли девять человек. Это был два творческих конкурса год назад. И после выпуска из университета нас взяли молодых перспективных. Мы проходили конкурсы. Все украины там приезжали ребята. Выпускники как бы... Из разных вузов поступали на большой сцене. Был творческий конкурс. Мне было показать драматический комедийный отрывок. Монолог. Вот. И я со своими друзьями, с однокурсниками... Мы делали отрывки. И вот выбрали девять человек. С какого возраста ты мечтал стать артистом? Со школы ещё. Где-то с класса седьмого или восьмого. Я учился в Николаеве. Я учился в специальной школе академии детского творчества. И параллельно учился в... У нас сейчас... Николаевский академический украинский мундрам театр. Вот и там учился три года в театральной студии. Поэтому... Как работают в театре я со стороны наблюдал. У нас были отдельные тоже дисциплины. Сценическое движение. Там профильные предметы были. И я как бы уже себя так готовил к поступлению. Если так посмотреть. Ты доволен как ты движешься к своей мечте? В принципе... Сейчас скажу по имени. Тот путь, который я там избрал, да? И как я иду по нему. Мне кажется, иду я постепенно верно. Ну... Путь это... Каждый шаг это определенная работа. Определенная работа. Там в кино, в театре. Роль в кино, в театре. В кино, в театре. И вот... Мое внимание, например, я делаю шаг. И вот этот шаг это там два месяца, три месяца работы. И как я его... Вот как я этот путь буду преодолевать. Как я буду репетировать. Готовиться дома. Как я буду приезжать на репетиции. Как я буду... Готовлю я к репетиции. Или я уставший. А параллельно съемки. А надо это все совмещать. Результат это, когда я, например, выхожу там или спустя 10 спектаклей после премьеры. Или там 5 спектаклей. И зритель оценивает. То есть и зрителю интересно то, что я сделал. Значит можно идти дальше. Вот. Если так знаешь, говорят, что вот кто-то вытащил счастливый билетик, да. О ком-то более там удачливом. Или у того... О том, у кого складывается хорошо карьера. Вот если тебе так сказать, то что ты считаешь именно тем счастливым билетиком в своей жизни, в своей карьере. Ну, в своей жизни, наверное. Да. Это то, что я поступил в эту мастерскую. В мастерскую Дмитрия Михайловича Богомазова. И отдельная благодарность Анатолию Федору Ященку, Андрею Николаевичу Саминину, Дмитрию Михайловичу Богомазову. Это мои три мастера. И всем педагогам, которые были в моей мастерской. И по бокалу, и по сценическому движению. Вот это просто самая золотая мастерская. Я ее обожаю. Для меня это лучшее... Не знаю. Я буду благодарить всегда их. После каждой премьеры своей, что я попал к ним и попал в театр. И работаю вместе с ними, служил. Это просто потрясающие мастера. Очень многие студенты мечтали бы у них учиться. Это я знаю точно. Потому что такую школу, которую дают они, сейчас нигде не найдешь. Взгляд и видение на эту профессию. Взгляд на театр. Блин, это... Это вот мой счастливый билетик. И, наверное, это... Наверное, это мое желание. Взгляд на театр. Потому что, как... Когда я жил в обсюжете, в театр. Наверное, это самое такое... Питающее для меня время. Потому что... Вот... Там я пользовался такими словами. Раньше, как там... Страсть к познанию. Знаете... Это такие, как бы, высокие слова. Но... Они для меня были на тот момент очень эмоциональными. Очень понятными. Я действительно очень сильно... Я не мог уйти с университета там раньше 9 часов. Потому что я понимал, что я мало еще чего сделал. Я должен был оставаться. Делать... Там упражнения по сценической речи. Я должен был садиться читать. То есть, я не мог ехать в метро, не держав с собой книгу. Вот здесь, в кармане. Там... Тут был у меня сборник. Там Сергей Александрович Есенин, это я помню. Там где-то... Я все себе... Я постоянно себя оснащал. Потому что... Я там час проведу... Где-то время. Как... Каким-то образом даже. Я понимаю, что время трачу зря. Нет, надо что-то делать. Надо приступать. Я вот был такой помешан. Я очень счастлив, что так было. Я мог не спать там до 4-5 часов утра. А в 8 утра просыпаться смотреть спектакль. И это я не хвастаюсь. Это просто... Мне действительно повезло. Там я в университете. Сейчас вот театре есть молодой талантливый режиссер. Вот будет у вас возможность посмотреть его спектакль. Потому что это один из лучших украинских театральных режиссеров. Хотя ему в 30-ти. Да. Давид Петросян. Это очень талантливый режиссер. И когда я жил в общежитии в театральном. На втором курсе я с ним познакомился. На кухне случайно абсолютно. Я курил. Он курил. Он готовился кушать. И мы как-то начали общаться. Мы начали общаться в театре. Просто как-то тогда завелась тема. Там в каких спектаклях стоит смотреть. Куда лучше поехать. Посмотреть. Какие спектакли в интернете посмотреть. И я так влюбился в него. В плане как личность. Я так влюбился в него. Потому что он был библиотеком. Просто он знал все. Не называть спектакль он не знает. Он не знает в каком жанре он поставлен. Он знает литературу. У него библиотека в сумасшедшей комнате была. Он мне каждый день там. Я прочитал такую книгу. Он мне говорит. Так теперь иди это бери. Я шел и брал. И во-первых он прекрасный режиссер. Это где-то просто будущее Украинского театра. И вот я вот с этого этапа. Как бы я очень сильно загорелся. И благодаря ему. Просто это. Любил считать. Я был помешан на таком романе. Джо Кондана. Мартин Эден. Так вот он спал по 4 часа в сутки. Я не мог себе позволить спать 5. У меня была такая правда. Он такой очень наивный. Но при этом все это самое ценное время в моей жизни. Прямо в плане связано с профессией. Сейчас это уже большая практика. Сейчас я уже должен проверять себя. Я должен играть, играть, играть. А тогда это я именно себя как бы тренировал. Не только физически. Но и внутренне. Тренировал душу. А ты понимаешь, что теперь ты. Будущее украинского театра. Театр. Будущее украинского. Хотелось бы быть и нынешнее. Очень хотелось бы быть. Но я стараюсь. Посмотрим. Я хочу в это верить очень сильно. Я хочу очень, чтобы люди полюбили театр. Очень сильно хочу. Я говорил недавно. Пример приводил. Меня тоже интересовались. Мое отношение к театру вообще. Почему оно такое. Я вот сказал. Говорю. Я рос там с друзьями в Николаеве. И они приехали как-то ко мне на третьем курсе. На четвертом. На двенадцатую ночь. На спектакль на Левом берегу. У них было свое представление театра. Вообще. Ну то есть театр это там пойти со школы. С классным руководителем. Не по своей нужде. Отмучаться эти два часа. Чтобы потом вечером выйти во двор. И они сидят как бы мучаются. Кто-то тронет девочку. Там кто-то сидит сухарики. Откроет на заднем зале. А тут они приехали ко мне в театр. В Киев. Они пришли на спектакль. И они смотрели намного увлеченнее. Чем любой из зрителей. Они как дети малые смотрели. Они каждую секунду. Вот они запомнили все названия героев. Кто откуда выходил. А зачем он так сделал. Они постоянно реагировали. Они когда вышли. Я говорю. Они как будто. Они каждому из нас подбегали. Просто восторгались. И говорили спасибо огромное. Я еще хочу еще. И потом они приходили ко мне на спектакли. Я убежден. Что любой житель Украины придет на хороший спектакль. А сейчас таких все больше и больше становится. И они как минимум просто по-другому посмотрят на какие-то вещи. И все. Им станет интереснее. Интереснее жить. Интереснее. Вот блин. Вот если полюбили театр. Было бы здорово. А где бы возможно было увидеть. Мне тоже впервые такое пишут. А вам богато таких людей было. И они пишут. Как бы где вас. Я пишу в театре. Так нигде не было. Кроме театра. Чтобы как-то их заманить. Потому что они раз придут. Поверьте. Я убежден. Они придут и второй раз. Главное. Попасть на нужный спектакль. Да. И пишут разные. Не только подростки пишут. Разные пишут. Девятнадцать лет. Двадцать лет. Или старше меня писали. Вот парикмахерская меня. Прям пару дней назад. Я сижу стригусь. А я засыпаю. Когда меня стригут. Вот здесь. А мне десемок надо здесь. Сейчас оставлять. Выбривать эту длину. Я сижу так стригусь. И я чувствую себя. Звенят. Так и поворачиваюсь. И парень сидит. А кто-то говорит. Ну он ругательское слово сказал. Сериал. Я просто. Он вот так вот выразил. Он так выразил свои эмоции. Свои впечатления от сериала. Я знаю что. Ну вот ты так восторгался. И лестные слова говорил. Благодарность своим мастерам. Но я вот тоже подумал. Что ты тоже собственно говоря. Я такой. Знаешь. Актер. Многостаночник. В плане одаренности. Ты и танцуешь. И ты и поешь. И на витаре играешь. И прекрасно перевоплощаешься. В такой. Ученик тоже. Ну находка. Как бы так сказать. Как ты все это одновременно в себе развивал. Расскажи. Ну в университете. Я не. Я. Я. Танцера. Университета этого не было. Не. Там. Я занимался. В университете. Я занимался. Где там. 14. Занимался. Бальными танцами. Типа. Понимаете. Это очень. Сейчас. Это. Мне на руку. Очень. На руку. Я занимался. Потом. После бальных танцев. Занимался. Совсем. Кардинальный вид спорта. Смешанными. Одиноборствами. Да. Я выступал там. По бою. Самбо. По грэппи. Ну как бы. Боролся. И. И. Два года до поступления. Занимался. Смешанными. Одиноборствами. А вы не сидите как бы. Ну. У нас. У нас была дисциплина. Гитара. Я не скажу. Я не. Я не хорошо играю на гитаре. Но какие-то песни я смогу сыграть. Это надо постоянно как бы. Тренировать в себе. Крутой актер. Это когда у него есть. Вот как вы сказали. Многогранен. Ну. У него большой диапазон. Он может и спеть и станцевать. И прыгнуть сальтом. И. При этом. Сыграть тебе и старика. А потом сыграть тебе и девушку. Хотя он пацан. Понимаете. Вот это да. Это крутой актер. Максимум. Ну. Поэтому. Я не слушаю. Находка. Таких находок достаточно. На моем курсе было. Просто. У меня была возможность. Как бы. Это сейчас. Проявить. Я надеюсь. Что и у других ребят. У некоторых. Это была возможность. Проявить себя. И в кино. И они награды получали. Как бы. И. Сейчас они. Перспективно. Очень молодые актеры. Вот. Нужен материал. Понимаете. Чтобы проявить себя. Потому. Что серийка. Я себя не проявлю. Как артист. Ну. Вы не будете это смотреть. Вы понимаете. Приблизительно. О чем это все. А вот. Материал. И любой актер. Любой. Моего возраста. Старше меня. Они. Они хотят играть. В крутом материале. Вот. Если бы им. Крутой материал. Проявил бы себя. Много. Скоро. Поэтому. Приходилось. В жизни. В жизни. Применять. Свои познания. Ну. Где-то. Хулигана. Поставил. На место. С помощью. Своих. Боксерских. Навыков. Или. Допустим. Где-то. Со своей. Девушкой. Был. И пригласил ее. На танец. И. Вам стоя аплодировал. Весь зал. Потому что. Вы так. Кружили. Я вот. Скромнее себя веду. В плане. Если в публичных местах. Скромнее себя веду. Мне как-то. Вот. Не знаю чего. Мне становится неловко. Как бы. Это вот. Проявлять. Не знаю чего. Мне даже вот. Там. Марина. Мама. Говорит. Саша. Ты ж блин. На спектакле так танцевал. Говорит. Пошли. Пошли сейчас. На Новый год. Мы где-то праздновали. Пошли. Пошли. Я не знаю. В этом плане. Какой-то. Не то что скол. Я если. Будет настроение. Буду. Веселиться на максимум. Вот. Прям на улице. Чтобы я дрался. Ну. До университета. Это бывало. Как бы. До университета. Потом нет. У меня взгляды на жизнь. Поменялись. Я не считаю. Что это. Метод. Выяснения отношений. Это неразумно. Бывало. Такое. Вступал. Как бы. Не защищал. Как бы. А. Разъединял. Двух собак. Таких. Которые. Прям с ножами. Меня наткнулись. Я. Типа. Ну. Я. Словесно. Это. Как бы. Разрешил. Не знаю. Как-то. Чтобы я. Применял. В жизни. У меня. За последнее время. Я не могу. Вспомнить. Где бы я был. В таком месте. Чтобы я это применил. У меня. Кроме сцены. Как бы. Театральные сцены. Репетиционного периода. Дома. И. Съемочные площадки. За последнее время. Даже в метро. В последнее время. Редко езжу. Потому что я не успеваю. И. Я сажусь на такси. Трачу большое количество денег. На это такси. Блин. Надо уже. То есть. Жизнь понеслась. С другой скоростью. Да. Однозначно. Я дома не был. Уже 9 дней в месяц. Минимум 9. Не видел родителей. Никого из семьи не видел. Никого. 9 месяцев. Это очень много. Впервые такое. А как родители живут? Ты можешь рассказать. Ну вот допустим. Достаток. Средний. Нуждаются ли они в твоей помощи? Пока не нуждаются. Я всегда интересуюсь. Чем там. Подарки какие-то высылаю. Обязательно. Конечно. Ммм. Материально. Если надо. Я обязательно помогу. И. Такое бывает иногда. По своей воле. Не по ипорее. Мне такого не бывает. Что по родителям. Для них это стыдно. Попросить у меня денег. Сколько? Маме 53. Подпись 48. 5 лет разница. Они работают. И вполне себе счастливы. И за сына гордятся. Да. Да. По своему счастливы. По своему гордятся. По своему зарабатывают. Как бы. Я не думаю, что сейчас они нуждаются в дополнительном каком-то заработке. Вот это мне не совсем нравится. На самом деле. Я не люблю. У них уже такая. В меру комфортная жизнь. Как бы. Вот то, что у них есть. Им этого хватает. А человек. Из-за этого они устают. Как бы. Понимаете. К человеку уже. Ну он врастает в сиденья. Как бы. Я условно говорю. На самом деле. А я люблю, когда люди рискуют. И я бы очень хотел, чтобы мои родители рискнули. Чтобы они бросили этот Николай. Приехали в Киев. Да. Пусть тут нет этой работы. Где они работают. Но тут есть что-то новое. Здесь можно ее сделать. Здесь можно найти другую работу. Может ты и прогоришь. А кто знает. За время. Но потом ты можешь выстрелить. Я люблю вот такое. Ну я понимаю. Это мои максималистические года. А у них уже другие года. Мимо тоже. Глядя на своих родителей. Ты хотел бы. Чтобы что из их жизни. Было и в твоей жизни. Ну например. То как они вот. Там 30 лет прожили вместе. Тебе нравится. Или то как они любят друг друга. Или что. Из твоих наблюдений. Понимаете. У меня никогда не было идеала любви. Примера. В моей жизни. Если честно. Пример уважения. Было. Примеру. А вот пример любви. Я всегда себе говорю. Что надо. Создавать в этом свою историю. Надо. Наверное. Быть. Быть. Для кого-то. Ну. Я всегда. Вот. Надо. Надо. Быть. Такими. Какими. Мы есть. И. Я не знаю. Что бы. Я сейчас. Я никогда не видел. Как люди. Относятся. Бережно. Как. К денегам. У меня папа. Такой. Я никогда в жизни не потратил попусту копейку. Я не умею так. Вот этого я хотел бы. Я знаю точно что он намного быстрее бы заработал с прямых доходов намного быстрее бы заработал на квартиру. А. Да. Как минимум на квартиру. Ну. Вернее. Как максимум. Ну. Допустим. Не важно. Вот. Вот. Есть. Например. Тенденция. Там. Копейка гривна бережет. Рубль бережет. И человек. Вот. Всю жизнь так живет. А я так не могу. Чем больше получаю. Больше трачу. Поехать. Хочу такую же подру. Подороже. Одежду. А чего нет. Раньше такого не было. А сейчас хочу. Всегда придумаю себе оправдание. Знаете. Но. Вот этого бы конечно очень хотел бы научиться. Это. Это очень важно. Может это не только в деньгах проявляется. Моя мама посвятила мне жизнь. Вот. Наверное. Такой любви. Вот. Она занималась абсолютно всегда моим воспитанием. Каждый. Вот. За это я безмерно благодарен. Я никогда в жизни. Если даже я гулял по дворе. Если я пошел и вышел в другой двор. Я потом за это получаю безумно. Я никогда. У меня друзья вот так вот стоят. Мне там лет 10-11. У меня друзья стоят. Я на первом этаже уже под балкон. У меня они кричат. Саша. Рудик. Выходи. Я сижу на балконе. На первом этаже. Вот так вот выглядываю. Смотрю как они уже там гуляют. А мне надо было садиться и читать белый бим. Черное ухо. Или Робертсон Круз. Данил Дафор. Я не мог выйти пока не прочитаю определенный абзац. У меня была дисциплина. Я вырос в дисциплине. И поэтому. Чтобы я принес замечания в дневнике с школы. Я бы не возвращался бы домой. Это все для меня. Это было странно. Порося вырывал дневники. И там не стыдит. Но. Это вот. Вот это такое воспитание. Это. Это правильное воспитание. Мне нравится это. Я буду так воспитывать своих детей. В дисциплине. Потом повзрослел уже. Мама. Да если семерка стоит. Это вообще страшно. Мне в университете семерка это не понадобится. Она мне не понадобилась. Но. Когда я получил красный диплом в университете. Знаете. А что. Мне его не нужно. Он у меня дома лежит. У меня даже в театре не понадобился. Красный. Там синий. Не важно какой диплом. Он мне не понадобился. Просто позвонил. Сказал. Так. Красный диплом. Все. Вот для них это молниеносная радость. Все. Забыли уже об этом. Красный. Как не красный. Как избежать повторов. Как избежать одних и тех же типичных ролей. Всегда давно. Если в театре допустим благодаря классическому репертуару с этим более менее сбалансировано. То в кино и в сериалах и в телепроектах можно повторяться очень сильно. Что ты думал на этот счет. И говоря себе. Что. Саш ты вот это уже попробовал. И тут снялся. И в таком уже был занят. Где бы хотел себя еще попробовать. Вот в чем. Мне очень сильно понравился жанр и направление вот первых холосточек. Потому что. Я очень много снимался. Достаточно. Не очень много. Но это очень много. Ну. В определенное количество я снимался вот. В комедийных ролях. И. Это. Я как будто. Чему-то научился. Я. Как будто. В большей степени. В своих случаях. Понимаю. Как это в кадре сделать так. Чтобы была реакция потом у зрителя. Это. Что-то в этом я начал соображать. Что-то в этом я начал находить. И мне это. было интересно. И мне это и сейчас интересно. Но. мне хочется чтобы. Вот такое направление как в первых холосточках. Мне очень интересно. Когда. Есть какая-то такая. Драматическая основа. Фундамент. Сцены могут быть. И троллейские. Там. Я могу. И блог снимать. И говорить. Родители. Очнитесь. Вы что. Вы хотите чтобы мы поздыхали. Или могу там набирать. Презерватив. Там. Зеленая краска. И подвешивать в туалете. А потом ее. Обрезать. Чтобы она облила кого-то. Да. Это. Я такое могу делать. Но. При этом всем. Я знаю. Что у меня больной человек дома. И мне надо зарабатывать деньги. Как бы. Понимаете. Пожалуйста. Что-то. Мне хотелось бы сыграть. Пожалуйста. Такое. Прямо. У тебя персонажи достаточно. Такие волевые. Несмотря на свою. Скажем так. Отрицательную сущность. Угу. Ты в жизни тоже такой же? Да. Хочу им быть. Таким. Очень хотел им таким быть. Какие-то шаги возможно делаю. Какие-то. Не всегда я. Столь. Я. Силен. Внутренне. Не всегда я. Столь. Ну. Я бы. Даже некоторые качества. Такие. Как есть. У этого парня. Ника Маслова. Я хотел бы. Чтобы у меня они были. Некоторые качества. Я. Гиперболизирую. И утрирую. Потому что. Сам наверно понимаю. Что мне еще до такого. Как мне. Как Саша. Расти надо. И поэтому. Я могу подбежать. Как бы. А некоторые у меня есть. Качества. Некоторые. Да не. У меня еще расти и растили. На самом деле. Как человек. И в плане. И в плане самоуверенности. И в плане. В отношениях личных. С любимыми людьми. И. Я не такой. Конечно. Дегенерации. Вот. Кстати. По поводу. Первых. Ласточек. Там. На самом деле. Затрагивается. Очень. Много. Таких. Острых. Тем. Какую. Тему. У нас. Всех. Там. Затронутых. Ты считаешь. Наиболее. Важной. А какую. Считаешь. Может быть. Надуманной. Ну. Наиболее. Важно. Наверное. Это. Вот. В отношении. Родителя. Ребенка. Это. Важно. Это. Я. Тема. А. Совершенно. Как бы. Ну. У нее. Совершенства. А. Совершенство. В этой теме. Заключится. В том. Чтобы. Просто. У тебя. Что-то. Плохое. В жизни. Что-то. Страшное. Что-то. Беспокоящее. Тебя. Как. Ребенка. Или. Буллинг. В школе. Или же. Оскорбление. Тебя. Кто-то обидел. Толкнул. Унизил. Это. Может. Продолжаться. Систематически. Или же. У тебя есть какое-то желание. Ты увидел. Актеры. Хочешь быть таким же. Хочешь быть гитаристом. И ты. Не боишься. Прийти и сказать об этом родителе. А родитель. Не скажет тебе. Да или нет. Он с тобой побеседует. Это. Наверное. Совершенство. А такое. Я даже по своей семье это знаю. Например. Ну. Вот. Родители уходят на работу. И приходят вечером. И говорят. Делай домашнее здание. Ты садишь. Садишь. Домашнее здание. Думаешь. Мне же это не интересно. Вот. Ребенку должно быть. Подростку. Ребенку должно быть интересно. Ну. А родитель. Он должен. Тоже быть заинтересован этим. Чтобы ребенку было интересно. И. Вот. Если. Например. Ну. Я не могу о себе сказать. Просто. Мне родители всегда поддерживали. То, чем я занимался. Они. Как бы. Они не были против этого. Никогда. Это. Особенно. Когда. они. Поддерживали. Словесно. Вот. Вот. Прямо таких ситуаций. У меня в жизни не было. Ну. Особенно. В провинциальных городах. Такого. Это. Много. Такого. Это. Да. Это. Блин. Ну. И. Родители заняты своим делом. Они думают. Что. Они. Они. Я заметил такую тенденцию. Они думают. Что они делают. Все. Для ребенка. Зарабатывая деньги. Ну. Ну. Я. Могу заработать. В день. Там. Не я. В общем. Десять тысяч гривен. А ребенок. И прийти в двенадцать суток. А он сам считается. Это каждый день. А толку. Ну. А он. Без моего внимания. Вот. Это. Заблуждение. Мне кажется. У родителей. Иногда. Возникает. Ну. Люблю. Это же не просто деньги. Ну. А. Потом. Понимали. Что. Чего-то. Другого. Хочу. Это. Вообще. Тяжелая тема. Не знаю. Кем я буду родителем. Но. Я бы. Очень хотел быть родителем. Я детей безумно люблю. Это. Самая важная тема. Я считаю. Потому что. Сериал. Там показывают. Такие. Там. Я думал. Это. Очень грубо. Это. Очень правдиво. Это. Очень реалистично. Поэтому. Вот. Такой. Резонансный. Поэтому. Пишут родители. И говорят. Что. Мы по другому. Будем относиться. Ну. Там. Признаются. В этом. Не бояться. Признаться. Молодым актерам. Это. Очень ценно. И приятно. Они. Родители. Должны быть друзьями. С ребенком. Мне кажется. Вместе с Марией. Вы смотрели. Конечно. Как вы смотрели. Сидя на стуле. За столом. Сидя на диване. Даже на диване. Вот так. Я сел под диван. Ну. То бишь. Как бы. Вот так вот. Я сижу сейчас. Вот это диван. Ты сидишь на полу. Да. Я сижу на полу. Она сидит сверху. Мы вместе смотрим. Я прижимаюсь к ней. К ее ногам. Вот так вот. Крепко. Я смотрю. А вчера я поселил на полу просто. Мы укрылись с пледом. У нас вчера еще была годовщина. И мы. Видели виной. Смотрели вместе сериал. Годовщина чего у вас? Жизнь наша. Годовщина. Шуми вместе. Мы вместе на курсе учились. Не. Не. Они не первые. Не первые. Ну. Там. Цифра и месяц. И вот это вот. Мы это. Мы это и отмечали как бы. Ну. Ты начал рассказывать, что мы на курсе вместе? Да. Мы на курсе вместе учились с ней. Она тоже рыжая. Да? Да. Говорят, что рыжие. Они особенные. Внимание к себе притягиваю, наверное, больше. Рыжая притягивает к себе больше. Меня больше запоминают. Это еще заметят со школьных времен. И в положительном окрасе. В негативном. Что-то мы делаем втроем с пацанами. Замечают меня. Те двое просто опустили голову и все. А мне ее опускать, не опускать. А виноват кто? Рыжий, да? Да. Вот так? Точно так же на сцене там, например, пять человек и замечают рыжего. Это прикольно. То есть у меня больше шансов, чтобы меня узнали на улице, чем маск, к примеру. И больше аплодисментов. Нет. Аплодисменты это надо заслужить и контактировать. Хорошо с рыжими дружить. Конечно. С полуслова понимаю. Да, это здорово. Рыжих я люблю. На чем вы с Марией сошлись? Исключительно на вашем пересечении в творческом плане? Или было что-то другое? Я понял, что... Мне кажется, мы созданы друг для друга. Я искренне так считаю. Абсолютно. Мне кажется, мы там жили в разных городах. Там что-то у нас в жизни происходило, происходило, происходило. Жили, жили, как-то не тужили. А потом бам! И все. Абсолютно это мой человек. По всем параметрам. Вообще во всех. Я ее считаю лучшей для меня актрисой в Украине. Молодой. И... Да... Я ей восхищаюсь искренне. Не выдумывая. Я искренне восхищаюсь. Я люблю смотреть, как она смотрит спектакль или кино. Я об этом говорю. Как она наивно это смотрит. Наверное. Да, во всем интересы у нас общие. Мы общаемся на похожем языке. Проводим время и дурачимся. И взгляды на жизнь у нас идентичные похожи. Интересы. И в семейном плане тоже. Мы не надуманные с ней вот в отношениях. То есть мы не старались быть как бы лучше, чем мы их. Нет, нет. Мы не этим брали. Мы четыре года учились. И потом мы поняли, что... И так вот. Все это. Ну... Вы уже придумали, чем будете заниматься на Новый год? Как будете отмечать новогодние праздники? Вообще не придумал. У нас с первого числа спектакль, второго числа спектакль. Января представляете. Нельзя вот так вот беззаботно отпраздновать в хардкоровстве. Нельзя так. Придется бережно, кругу сменить, наверное. Хотя там у нас банда в театре молодых. Вот тех, кого нас взяли. Мы хотели бы как-то эффектно отпраздновать. Ну блин... Капушником? Не-не. Я имею ввиду потом. Ну вот в ночь. Как-то интересно провести время. Ну вот первого числа надо уже... У ребят сказка. У нас второго числа там серьезный спектакль такой. Ламы Ривна. Новый премьерный спектакль. Саша, о чем ты мечтаешь в следующем году? 2020. Красивые цифры. Насколько я понимаю, это твой год, да? Крыса. Да? Да. Вот. Я крыса. Чур. Я бы хотел... Я бы хотел отыграть свадьбу. Женкой со своей. Я бы хотел на неделю отдохнуть очень сильно. Мечтаю. Просто неважно где. На неделю. Аскетично так вот. И это же медовый место. Не знаю. Не знаю. Может быть даже раньше. Может быть позже немного. Но я бы очень хотя бы отдохнул. Просто вот... Закрыться где-то. Я бы хотел... Ой... Чтобы наверное... Все было хорошо с моей семьей и родными. Очень сильно хотел бы. Как минимум еще год. Хотя бы. Я бы хотел... Так уверенно сказал о свадьбе. Я так понимаю, что это вопрос уже решенный. Ты даже наверное сделал предложение, да? Да. Такое радостное событие. Поздравляю тебя. Спасибо большое. Такой ответственный шаг для каждого мужчины. Как ты решился. Спокойно. Я очень... Как ты готовился. Можешь рассказать? Мы полетели в Будапешт на гастроли с театром. Со спектаклем. Нас пригласили туда на фестиваль. Вот. И я решил взять с собой Марию. Я хотел сделать предложение. Вообще. Мечтаю. Я никогда не был в Идалье времени. Я очень хотел там. А у меня не получается за репетиционные периоды. Вообще не получилось. Съемки до ласточек начались. И мы поехали на гастроли. А еще не начались. Должны были начаться. Мы поехали на гастроли в Будапеште. В один из вечеров. На колесе обозрения. Сделал предложение. Кольцо с собой? А я не рассчитывал, что я не там это сделал просто. Я не готовился. Я не готовился говорить. То есть колесо у тебя с собой не было? Было конечно. Да. Я купил заранее. В Киеве? Да. Да. Я знал, что я буду. Я осознанно понимаю. Но я не готовился речь. Это просто было спонтанно для меня. Просто мы крутились на этом колесе обозрения. Оно было всегда при мне. Вот здесь вот. Я в пиджаке был. И мы крутились, крутились. И оно застряло. И мы были на самой верхней точке. А я страшно быть с высоты. И она тоже. Вот в тот момент. И это было так. Я смотрю вниз. Я смотреть не могу. У меня руки мокрые. Я стою. Я просто стою. И я так. Я не знаю, что мне сказать. Это просто было вот именно. Порыв. Порыв, да. И это случилось очень интересно. Я был очень откровенен на этот момент. Очень. Вот я такой был настоящий. Без притворств. Без каких-то надуманных, найденных слов. Так вот. Я очень легко к этому отношусь. Я в этом плане очень уверенный человек. Вот в этом плане, да. Она сразу сказала, да? Или сказала, я подумаю? Конечно. Да, она мне да сказала еще до этого. Просто мне надо поздать предложение, понимаете? Я такомендую. Но я так могу. Я так понимаю. Я так понимаю. Я так понимаю. Продолжение следует...